всем привет сегодня будем делать ромашку что получится в итоге можно посмотреть перемотав видео а сейчас берем бутылку и отрезаем основание 6 8 сантиметров и волнистую верхнюю часть 2 части основания готовы теперь вставим одну в другую и зафиксируем скотчем основа для цветка готова ручку от горла отрезаем ромашку будем делать в основном из светлой бумаги мойтон 17а1 от рулона бумаги отмеряем и отрезаем 50 сантиметров полученное полотно делим на 40 и 10 сантиметров таким образом нам предстоит разрезать весь рулон рулон у меня два с половиной метра в итоге мы получим 5 отрезков по 40 сантиметров и 5 отрезков по 10 сантиметров 40 сантиметровые полоски пока в сторону работаем с отрезками 10 сантиметров берем первое полотно и делим на две равные части по 5 сантиметров разрезаем так поступаем со всеми 10 сантиметровыми отрезками в итоге на столе окажется 10 лент по 5 сантиметров берем одну из нарезанных ленточек сложим ее для удобства нарезки сейчас нам понадобится небольшой прямоугольник из плотной бумаги или можно использовать пластик от бутылки накладываем его на свернутую гофробумагу и начинаем нарезать мелкую бахрому оставляем не прорезанным 1 сантиметр нарезанные ленточки бахромы не должны превышать желательно 3 миллиметра затем необходимо все нарезанные ленточки скрутить вот таким способом этот процесс повторяем со всеми нарезанными лентами первая кучка лент превращена в бахрому серединка цветка обычно желтая значит время желтой бумаги отмеряем 50 сантиметров отрезаем полученное полотно разрежем сначала на 5 10 сантиметров отрезков а затем их разрежем пополам и получим 10 лент по 5 сантиметров надеюсь вы уже догадались до режем их все в мелкую бахрому а потом закручиваем кучка желтых полосок готова для красоты и натуральности добавим зеленого травянистого цвета отмеряем 50 сантиметров и отрезаем я думаю вы догадались повторяем все заново сначала отрезки по 10 сантиметров затем их пополам по 5 сантиметров и нарезаем в бахрому устали отдохните посмотрите какие у меня классные мышата и гном все полоски нарезаны бахрома накручена пистолет в розетку и начинаем процесс сборки сначала мы будем клеить сворачивая по кругу зеленую полоску внимательно следим за ровностью тыльного края затем к первой полоске мы приклеиваем вторую зеленую а затем и третью зеленую полоску поверх третьей зеленой полоски мы наклеим прямо сверху желтую полоску бахромы сейчас вернемся к зеленым подклеиваем еще одну зеленую а оставшиеся две зеленые в сторону на все зеленые полоски сверху клеим желтые теперь закрутим эту длинную ленту продолжаем следить за ровностью тыльной стороны зеленого цвета достаточно дальше клеим все желтые полоски для удобства склеим желтые ленты между собой и затем продолжим закручивать формируя середину цветка вот такая середина у меня получилось но для моей формы она маловато и я решила подрезать желтых лент весь процесс уже знаком размер вашей середины может быть больше или меньше моей все зависит от формы поэтому если вам необходимо вы можете продолжить нарезать ленты со мной если нет то на этом этапе можно остановиться ну а я отмеряю и отрезаю 50 сантиметров и нарезаю их на ленты ленты готовы продолжаю их наклеивать и слежу за ровной тыльной стороной я склеила все ленты и в процессе склейки на две последние желтые ленты я буду клеить ленты светлой бумаги поверх на желтую светлую когда закончится желтая лента я продолжу склеивать только светлые ленточки бахрому все ленты склеены можно закручивать их в середину и заканчиваю середину светлыми лентами все ленточки закончились в стороне остались лежать две ленты зеленой бахромы они придадут законченный вид нашей середине клеим все также по кругу середина готова примерим ее на форму подходит идеально но у нас не одуванчик а значит будем делать лепестки в стороне уже ждут своего времени полотна 40 на 50 сантиметров берем первое полотно сложим его пополам и на три части разрезаем с обеих сторон до конца вырезаем скругленные лепестки таким образом обрабатываем все полотна 40 на 50 сантиметров готовые лепестки немного растянем у верхнего края лепесток получился длинный и чтобы придать ему жесткость возьмем флористическую проволоку обычные тут не подойдет моя проволока длиной 40 сантиметров делим ее пополам по 20 сантиметров листок сворачиваем пополам и определяем середину в полученную складку заливаю клей и фиксирую в нем проволоку дадим остыть загнув полученную складку в одну из сторон расправляем лепесток у основания немного присборим и зафиксируем складки степлером лепесток готов так нам предстоит сделать 20 лепестков остальные лепестки только немного присборим и зафиксируем сборку степлером на форму сначала будем фиксировать лепестки с проволокой внутри клеим отступив от края формы 2-2,5 сантиметра для удобства распределения лепестков клеим сначала с одной стороны формы затем с противоположной после этого равномерно распределяем все лепестки по форме лепестки клеим внахлёст в процессе наклеивания лепестков их нужно подержать подольше дав им остыть лепестки с проволокой внутри закончились подготовим следующую партию начнем клеить лепестки без проволоки клеим их стараясь попадать между лепестков первого ряда клеим внахлёст по кругу если вам покажется что лепестков недостаточно можно клеить и третий ряд лепестков для завершения цветка нам понадобится вырезать еще немножко лепестков от рулона светлой бумаги отмеряем и отрезаем ленту 25 см разделим полотно на 5 равных частей по 10 см берем одно полотно складываем его пополам еще раз пополам разрезаем с обеих сторон не до конца оставляем примерно один сантиметр затем разрезаем это полотно на две равные части и формируем скругленные лепестки и так мы обрабатываем все нарезанные полоски немного растянем лепестки в одну сторону клеить полученный лепестковый заборчик будем по кругу на форму отступив от основания лепестков 7-8 см но помните это мой размер с вашим он может не совпадать клеить лепестки нужно так чтобы они обрамляли желтую середину просто примерьте ее и все будет понятно теперь займемся оформлением чашелистика от зеленой бумаги травянистого оттенка отмеряем 50 см затем возьмем бумагу более яркого насыщенно зеленого цвета и тоже отмеряем 50 см полученное полотно ярко зеленого цвета делим на 20, 20 и 10 см полотно травянистого цвета делим на 10 и 10 см остальное пока в сторону светло зеленое полотно складываем пополам и еще раз пополам и еще раз пополам разрезаем до конца с обеих сторон полученную заготовку делим на 3 равные части и вырезаем острые лепестки лепестки растянем лепестки немного растянем берем полотно более яркого зеленого цвета складываем его пополам еще раз пополам и на 3 части полученную заготовку 4 на 20 см прорезаем до конца с обеих сторон вырезаем острые лепестки берем наш цветок и начинаем по кругу клеить лепестки травянистого цвета клеим на форму с заходом на цветок зелень клеим с нахлёстом круг закончен время бумаги более насыщенного цвета лепестки клеим и на форму и на лепестки предыдущего ряда внахлёст по кругу лепестки наклеены получилось довольно мило осталось сформировать стебель и цветок будет готов стебель можно сделать из обычной металлопластиковой трубы и вставить в прорез крышки зафиксировав клеем а крышку вкрутить в горловину бутылки ах да самое главное нужно хорошо зафиксировать саму желтую середину прямо в центре цветка получилось довольно милая только очень большая ромашка сегодня один юморист спросил меня чем же я поливаю цветы что они такие большие шутник а у меня на этом все хорошего вам 7 лета и пожалуйста не переставайте удивляться сами радуйте и удивляйте близких всем удачи пока пока удачи да и а